Когда мама рядышком, это хорошо, но во время болезни еще лучше оказаться вместе с мамой, рядом с врачами. В этом убедился на своем опыте двухлетний Паша. Родители пытались лечить сынишку дома самостоятельно. Сбивали температуру, поили микстурами. А Паше становилось все хуже. В больницу ребенка привезли с пневмонией в тяжелом состоянии. Врачи, слава богу, выходили. Сегодня Паше гораздо легче. Это вот какое непредставляемое терпение, иметь сколько сил. Тоже вот с такими маленькими капельницу ставили, да. И уколы делали, и ингаляции были, и вот там, ну мы их витаминками называем, лекарства давали. В соседней палате лежит крошечный полуторамесячный ребенок Дианы, которая привезла его сюда с температурой и расстройством стула. Хорошо, что медицинская помощь оказана своевременно. Ротовирусная инфекция дает, как мы знаем из истории Паше, осложнение в виде пневмонии, что очень опасно для таких малюток. Ну, условия пребывания, если честно, шикарные, потому что мы до этого в Москве лежали в больнице, если честно, даже по сравнению с Москвой, очень, очень хорошо. Врачи, как бы, всегда внимательные, несколько раз в день заходят, спрашивают состояние ребенка, и наше состояние, в принципе, тоже спрашивают. Это приятно. Так что я довольна, на 5 баллов оцениваю работу. На втором этаже инфекционного отделения ремонт завершился в январе этого года. Сегодня здесь 14 палат, которые были разбоксированы, то есть переделаны из больших в маленькие. В каждой палате есть отдельная кровать для мамы. Отделение оснащено вентиляцией с кондиционированием. Это гарантия того, что не будет перекрестной внутрибольничной инфекции. Нам закупили оборудование все новое. Вот у вас за спиной холодильник специальный, где даже полочки отдельно. То есть температуру можно задать, и любое лекарство очень удобно хранить. Новые сухожировые шкафы, новые шкафы для хранения. Ну, видите, вся мебель новая, все чисто, все замечательно. Корпус, построенный в 60-х годах, реконструируется согласно федеральной программе «Модернизация». Софинансирование осуществлялось из областного бюджета. На первом этаже ремонт продолжается. На него средства пойдут из муниципального бюджета. Хочется ремонт доделать. Он уже начат, уже капитально заменены все системы. Канализация, водоснабжение, отопление, окна. Вот вентиляционные все корабли смонтированы. Потому что первый этаж нам очень нужен. Там отдельные мельцеровские так называемые боксы. Это такие боксы, у которых выход из каждого этого бокса, из каждой палаты на улицу. И каждая эта палата оборудована отдельным санузлом. Ванны для детей с особо опасными инфекциями. Главный врач детской больницы мечтает еще о том, чтобы фасад инфекционного отделения был приведен в порядок. Тогда вынужденное пребывание ее маленьких пациентов не будет омрачено страшным словом «больница». А у недоброжелателя не останется ни малейшего повода рассказывать о Подольской детской больнице всякие небылицы, о ее ужасном состоянии. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья. Из Подольска.